Добро пожаловать на канал Europeway, на этом видео давайте посмотрим на декабрьские обновления в игре Payday 2. В этом видео я лишь кратко пробегусь по основным моментам. Полный список изменений у вас сейчас на экране, ну а я же вам их прочитаю. Добавлена опция включения музыки сезонного события. Добавлен параметр костюма при фильтрации списка достижений по требованиям снаряжения. Добавлен параметр брелки при фильтрации списка достижений по наградам. Исправлена ошибка при которой одна и та же строчка текста применялась в меню наград бесславия и меню выбора мелодии присоединения. Далее исправлен вылет связанный с щитовиками, которые стреляли после того как умирали и роняли щит. Также оптимизирован код проверяющий экипированное оружие при нанесении урона. Еще было обновлено освещение в главном меню, исправлена обводка костюма хаос переговорной, исправлена ошибка на различных ограблениях при которой уже у захваченных сумок оставалась желтая обводка, исправлена ошибка при которой метательное оружие менялось на особое метательное от выбранного перка при каждом запуске игры. И еще исправлена небольшая графическая ошибка связана с ношением у КТЖ на персонажа Итан. Кроме общих исправлений было добавлено небольшое количество нового контента. Среди этого контента мы увидим новое DLC в тематике снега и зимы. В это дополнение входит 4 маски. Это у нас Вечный Мороз, сложное название Китсу Некари, Леший и Олень Минувших Зим. Помимо масок в дополнение входит 2 набора одежды, это Глухая Зима и Погонщик. Причем каждый набор одежды имеет 4 различных варианта расцветки. В набор одежды Глухая Зима входит непосредственно Глухая Зима, Снежная Зима, Оранжевая Зима и Ледяная Зима. А теперь давайте-ка вернемся и посмотрим на то, как выглядит у нас набор одежды Погонщик. У этого набора одежды, так же как и у прошлого, есть 4 варианта расцветки. Классический Погонщик, Морской Погонщик, Темный Погонщик и Светлый Погонщик. Помимо масок и одежды вы еще получаете в этом дополнении 4 варианта раскраски оружия, а именно это Сияние Валькирии, Ветвистое Объятие, Холодный Фронт и Четвертая Раскраска, это у нас Ягоды Падуба. И это еще не все. Еще в это дополнение входит 4 различных брелка. Это Блаженство, брелок в виде чашки, следующее это у нас Холодный Контур, Снежинка вот такая вот. Третий брелок у нас напоминает на Жилище Эскимосов, в Канаде их называют Иглу или же на языке индейцев Северной Америки Куинзи. Ну и наконец четвертый брелок, довольно таки прикольный, это Старина Мороз. Веселая голова Снеговика. С дополнением разобрались, двигаемся дальше. Также нам вернулось новогоднее оформление некоторых ограблений, а именно проникновение к Федералам, спасение Хоксона и особняк Булка, который у вас сейчас на экране. И вдобавок к ним на картах, которые выходили прошлые рождественские события, это Украденное Рождество, Белое Рождество, Бангол и Мастерская Санты. Вместе с перечисленным ранее вы будете получать на 15% больше очков опыта, на время действия данного события. Кстати, немного нестандартное прохождение карты Бангол вы можете увидеть по подсказке наверху. На ограбление проникновения к Федералам и особняк Булка вы можете выполнить достижение и получить за это брелок в рождественском стиле. Достижение Кровавый Гринч. Завершите ограбление на уровне сложности хаос или выше так, чтобы все члены вашей команды были одеты в рождественские наряды и маски. Учитываются даже прошлогодние костюмы и маски, не поднимая тревоги и не используя пейджера, потому что никто никогда не видел Санту. Достижение вы получите, даже если один будете проходить карту в рождественском наряде и маске. Если же вы захотите проходить данное достижение на карте Проникновения Федералам, то данное ограбление я вам советую проходить через стандартный побег, так как побег через лифт сломает получение достижения. Обратите внимание на этот момент. Я же выполнил это достижение, завершив карту Особняк Булка. И в награду получил брелок Светоносный. Второе достижение связано с метательным оружием, называется оно Даритель. Нам нужно вырубить 75 противников любым незрывным метательным оружием, и тогда мы получим новый брелок. Вы можете использовать ножи, топоры, копья, метательные карты. Сюрикены можно тоже использовать, однако помните, что кроме собственного урона, они еще наносят урон отравлением, что может помешать корректному подсчету. Лично я делал так, поставил художественную галерею, взял метательные карты и пошел вырубать копов. И делал это до тех пор, пока мне не дали достижения. Кстати, еще вы можете использовать новый вид метательного оружия, это снежки. Интересны они тем, что имеют механику самовосстановления через определенное время. За успешное выполнение данного достижения вы получаете брелок «Елочная игрушка». Ну и наконец, еще бесплатно добавлен в игру новый перк под названием «Кровопийца». Для работы перка вам понадобится, чтобы в метательном была ампула Кровопийца. Во время действия перк отключает броню, но при этом восстанавливает здоровье. Но самая интересная особенность данного перка в том, что вы сами можете встать без чьей-либо помощи. Для этого вам надо будет активировать ампулу Кровопийца во время падения. Итак, предположим, я сейчас падаю, использую ампулу, подбегаю к аптечке, восстанавливаю себе жизнь и после этого я на ногах. Вот такое вот декабрьское обновление игры. Благодарю вас за просмотр этого видео. С вами был Юрок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите на официальный сайт и дискорд. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!